Некоторые делают это, вися вверх ногами. Некоторые делают это в течение нескольких часов за целые сутки. Некоторые зарываются под одеяло из грязи. Независимо от предпочитаемого режима, летучие мыши, слоны, лягушки, медоносные пчелы, люди и многие другие имеют нечто общее. Все они спят. На самом деле, ученые затрудняются найти по-настоящему бессонное существо. Все потому, что некоторые животные спят очень мало, или по крайней мере спят так, что мы с трудом понимаем, что это сон. Вот некоторые животные, которые прекрасно выживают без своих 8 часов. В неволе жирафы спят всего 4-5 часов, в основном ночью, но в дикой природе жирафы спят только короткими всплесками. Вы можете увидеть их спящими лежа или, как ни странно, стоя, что особенно характерно для старых жирафов. Жирафы также могут впадать в нерегулярную фазу глубокого сна, когда они выгибают шею и кладут голову на бедро. Специалисты называют эту позицию парадоксальным сном. Состояние, когда они отдыхают, но с быстрым движением глаз и сниженной мышечной активностью. А вот, например, дельфины достигают того, что называется однополушарным сном. Только половина их мозга спит, в то время как другая половина обеспечивает дыхание дельфина вблизи поверхности и следит за хищниками. Они чередуют два полушария, чтобы обеспечить достаточный сон для всего мозга. Эти млекопитающие не спят в первый месяц своей жизни. Вместо этого они отдыхают, прижимаясь телом к матери, чтобы не утонуть. А матери, в свою очередь, приходится бодрствовать, пока малыши отдыхают. Поэтому они привыкают к месяцу без сна и во взрослой жизни. Удивительно, но лошади могут обходиться всего двумя часами сна в сутки. Хотя домашние лошади спят до трех-пяти часов, а молодым лошадям требуется больше сна, чем взрослым. Они спят очень короткими промежутками времени, около 15 минут. А также могут спать стоя или лежа, в парадоксальном сне, как жирафы. Лошади лучше всего спят группами для дополнительной защиты. Поскольку их основной инстинкт – выживание, они не могут засыпать в одиночку. Альпийский стриж – это птица, которая мигрирует в места обитания от Южной Европы до Гималаев. Во время миграции в южные районы Африки эти птицы могут провести в полете до 200 дней. Как и некоторые морские животные, альпийские стрижи могут спать одной стороной мозга, в то время как другая сторона сосредоточена на полете и обнаружении хищников. Лягушки не впадают в состояние сна, но они переходят в состояние покоя в течение дня. В 1967 году ученые били лягушек током днем и ночью, когда казалось, что они спят. Хотя исследователи ожидали, что во время сна реакция на раздражители должна быть медленнее, реакция была одинаковой и днем, и ночью. Единственное время, когда лягушки спят нормально – это во время спячки. Не все киты способны спать в течение длительного времени, поскольку из-за своих огромных размеров они могут легко утонуть. Например, кашалоты спят в вертикальном положении, покачиваясь у поверхности воды всего от 5 до 15 минут. На самом деле, поскольку сон составляет менее 10% их дневной активности, ученые подозревают, что китам требуется наименьшее количество сна среди млекопитающих. Страусы – забавные существа. Хотите верьте, хотите нет, но они действительно спят, стоя с открытыми глазами, как утконос, около 6 часов подряд. Это позволяет этим птицам отдохнуть мозгом и телом, оставаясь при этом бдительными к хищникам и захватчикам. А когда они действительно устают, страусы могут впасть в более глубокое состояние покоя, когда они опускают голову примерно на 15 минут.